всем привет подключайтесь всех подождать надо или не ждать ну кому надо все здесь я уже сложившиеся традиции можно назвать уже традиции нет отвечу на ваши вопросы здравствуйте можете ли вы выделить что-нибудь из современной поэзии как вам крайний альбом дельфина эксперимент игротов могут свидетельствовать что поэзии все-таки будет набирать популярность и станет востребована вам стало понятно мое отношение к современной поэзии я достаточно длительную паузу выдержал не все что зарифмовано есть поэзия наверное так любом дельфина интересен то есть он интересный я не могу сказать понравился мне или не понравился так очень полярно получается чем мне было интересно его слушать но что ожидать если для вас в контосе то что делают дима с виталиком это поэзия набирающая популярность но тут наверное на безрыбье читайте бродского зачем вам это современная поэзия андрей александрович планируется ли спектакль на другое произведение активного театра с вашим участием активный театр не пишет произведений активный театр делает постановки по произведениям наверное тогда наверное это вы имели ввиду возможно что то будет возможно еще один спектакль с активным театром мы сделаем в каком городе на сольном концерте был лучший звук я уж не помню городов много в москве в москве вспомнил в москве мы там за свои денежки звук довозим и не экономим поэтому лучший звук в москве приходите проверьте выступление какой группы на фестивале нашествия вам понравилось больше всего мы там приехали выступили и уехали у меня получилось посмотреть выступление крематория пару песен пару песен браво и все поэтому я технически не могу ответить на этот вопрос что со сцены выглядит более эффектно дым или файверы ну когда светло как на нашествии наверное эффектнее выглядит дым логично да а когда в клубе и темно то эффектнее выглядит фойера что тоже логично андрей александрович какой персонаж клана сопрано вам нравится больше всего и почему я уже где-то отвечал на этот вопрос мультисанте потому что он наркоман как и я что можете вспомнить или рассказать о периоде увлечения эзотерикой или восточными религиозными традициями если такой период был у меня не было периода увлечения эзотерикой наверное христианство можно назвать восточной религиозной традиции да то тогда это увлечение восточной религиозной традиции продолжается на концерте в ижевске в пятнадцатом году если помните такой вам подарили русские народные рубахи изначально подарок был задуман другой ваш андрей александрович портрет шарш у которого в бороде было гнездо в котором сидели принцы щеглов но админ клуба ижевского в последний момент слился сказав что это перебор вы обидитесь и решили дарить его башки собственно вопрос как бы вы отреагировали на такой презент по крайней мере это было бы необычно а птенцы и живые должны были быть креативно поступали вам предложения сняться в художественных картинах не в эпизодических ролях а более серьезно в прошлом году я снялся в фильме у александра велигинского не то чтобы роль эпизодическая но не то чтобы она большая она все таки да она все таки это по сравнению с другими все таки эпизодическое но я там играл не самого себя как обычно до этого когда мы с антоном владимировичем появлялись в кадре это была наша команда то есть мы играли сами себя то есть мы не играли в этот раз да мы там немного по актерствовали антона небольшой эпизод у меня несколько чуть побольше чем он тонн я там играл гробовщика андрей александрович скажите почему в ваших обложках и картинках налет 9 так много оккультных знаков и символов расскажите поподробнее о смысловой нагрузке картин андрея давыдовского а также что вы можете сказать о проекте мистер фриман ничего не могу сказать о проекте мистер фриман он есть что я могу сказать он есть смотрите или не смотрите ваше дело много оккультных знаков и символов ну все это не просто так кому интересно ищите смотрите почему почему так много оккультных символов но их не так много опять же что считать оккультными символами кажется интереснее если вы сами найдете ответы на свой вопрос в каком возрасте вы начали писать свои первые песни когда определились что дальнейшая ваша деятельность будет связана с музыкальным творчеством кем вы хотели стать в детстве песенки я еще в школе что-то сочинял подражал тому что слушал но это не песенки стишки будет ерунда какая-то то есть чуть более ерунда чем сейчас когда определение что дальнейшая ваша деятельность будет связана с музыкальным творчеством ну пришлось решать чем заниматься на чем сконцентрироваться в 2007 году надо было уже решать либо продолжать все заниматься дизайном либо песенками кем хотел стать в детстве художником всегда хотел стать художником раннем детстве хотел стать летчиком на недолго я увидел картинку который был нарисован летчик у него была красивая дубленка и унты я какое-то время хотел быть летчиком часто ли вам удается посещать кинотеатр нет не часто редко удается посещать кинотеатр а что ходили в кино последний раз сыном ходил на на зверополис зверополис ходился слушаете ли вы группу bad balance и знакомый лично с владом валовым сейчас не слушают только если ностальгия накатит анч суш в 90 тогда было всего несколько рэп-групп отечественных с владом валовым знакомы какие сейчас отношения с ребятами из биоградского синдиката какое отношение к сербии и европу мне все время в тупик ставят такие вопросы как вы относитесь к тому к этому круто этому что значит как относитесь я сам лично никак не отношусь не имею никакого отношения к сербии и европу нравится ли мне сербия да нравится и соскучился и давно там не был с ребятами из биоградского синдиката мы сейчас не общаемся ничего не значит приеду в белград позвоню и пообщаемся сейчас люди повально увлекаются кто вегетарианством кто веганством или веганством причину у них разные одни за моды другие за каких-то идейных соображений как вы относитесь к этому если в группе друзья вы как учитесь конкретно вопросы задавать еще как вы относитесь к детской порнографии втековотно что солнце встает на востоке Вот как вы относитесь? А как вы относитесь к зиме? А как вы относитесь к варенью? К варенью как относитесь? А как вы относитесь к тому, что осенью слякать? Я крайне редко ем мясо. Могу не есть совсем. Когда я приезжаю к родителям, мне проще съесть кусок домашний, недавно убиенный, безвинно, конечно же, курицей, чем объяснять любимой бабушке, почему я ее обижаю своим отказом. Но я могу не есть мясо. У нас в группе наш гитарист Русс. Там не ест мясо совсем. Подробности его диеты, если вам так интересно, вы лучше у него спросите. А то я могу ошибиться, кого он ест, кого он не ест. Вот поэтому он такой, кстати, маленький вырос. Вот. А Тарас, видели, какой здоровый? Тарас вообще все ест. Как увидит, и все ест. Мы его всей группой ловим обычно в гостинице, чтобы он там ничего лишнего не съел. По коридорам бегаем за ним. Все ест, 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 ест. В последнем перископе вы упоминали хаски. А в каких отношениях вы с Артемом Саградой? Когда последний раз виделись, при каких обстоятельствах? Вчера виделись, последний раз с Артемом. При каких обстоятельствах же мы виделись? Артем записывал куплет на совместную песню. Нет ли желания помочь ребятам? Может, есть шанс в скором времени услышать очередную совместку? Шанс есть. Помочь желание ребятам тоже есть, но тут от нас мало что зависит. Нет ощущения, что Прилепин зря решил стать музыкантом. Это зависит от того, какие цели преследовал Захар Прилепин. Если Захар хотел стать самым популярным рок-музыкантом или просто музыкантом в стране, то зря. А если Захару просто это нравится, что-то сочинять, записывать и выступать с концертами, то, конечно, не зря. Вопрос к Андрею и Антону. Расскажите, какой вид спорта вам интересен? Занимаетесь ли вы спортом, если да, то каким? Антон Владимирович, какой вид спорта тебе интересен? А тут нет Антона Владимировича. Поэтому придется отвечать исключительно мне. В данный момент спортом мы не занимаемся. У нас не хватает на это времени. Возможно, что это просто отговорки. И мы ленимся. Но, честно, я не представляю сейчас, как-то заниматься этим самым спортом. И столько вставать с утра пораньше. Но может быть. На бокс мы ходили с Антоном Владимировичем. И, наверное, здорово было бы вознабновить эти занятия. Не было ли желания вознабновить лейбл? Не хотелось ли порадовать старых слушателей большим концертом экзосады? А много у вас, старые слушатели, которые помнят вообще, что такое засада? Шесть лет назад я закрыл этот лейбл. Я его породил, я его и закрыл. Шесть лет назад. То есть, вот если вам шестнадцать сейчас, то тогда вам было десять лет. А если вам сейчас двадцать, то вам тогда было четырнадцать. Сомневаюсь, что достаточное количество сейчас тех, кто нас слушает, помнит вообще, что было в 2010 году. Нет, нет у меня такого желания. Я наигрался в лейбл. Возвращаться туда, где мы были, нам не хочется. Андрей Александрович, знаю, что вы отец двоих детей. Я и сам таковым являюсь. Так вот, хотел спросить, удается ли вам воспитание без привлечения физической силы? Какое отношение к домашнему насилию? Я не имею отношения к домашнему насилию. Я им не увлекаюсь. Как вас самого родители воспитывали, если не секрет? Тятя меня изредка порол. Не могу сказать, что зря. Не уверен также, что это помогло. У меня дети еще малы, и пока им достаточно слов. Пока они меня слушаются. Без физического насилия. Потом не знаю, потом посмотрим. Что значит физическое насилие? Бить детей? Бить детей? Или как? Ну, может, это мне просто повезло, что у меня такие дети понятливые. Выйдет ли фильм про русский подорожник? Вы вроде говорили, что Влад здесь док готовил. А это надо у Влада спрашивать. Я думаю, выйдет, но... Ну, не знаю, когда. Какого числа и месяца основана группа 2517? Мы знаем, что «Лёд 9» основан 12 апреля. Нет, это не так. «Лёд 9» не основан 12 апреля. Просто 12 апреля мы выпустили первый сингл. Вышла дебютная песня проекта «Лёд 9». И мы решили считать эту дату днем рождения нашего проекта. Какую дату считать днем рождения группы 2517, мы еще не придумали. Но, наверное, стоит задуматься об этом. Вы пойдете 30 июля на концерт группы «Афинаж» и будет ли какая-нибудь совместная песня с ними? Пойти на концерт «Собирался»? Ну и, возможно, да, мы что-то там запишем вместе в этом году. Не люблю забегать вперед. Андрей, а было ли у тебя предчувствие славы когда-нибудь в детстве или в подростковом возрасте? Ну, что называть славой? Это смотря с кем сравнивать. Предчувствие славы. Ну, я так получалось, что я всегда был в центре внимания, да, так оно называется. Ну, я все время что-то придумывал. Правда, разного рода было внимание. Вот, из-за моих выдумок сотрудники и правоохранительных органов тоже было временем проявляли внимание к моим выдумкам. Слава – это же внимание, да? Не было у меня никакого предчувствия. А как это бывает? Типово, я не такой, как все. Чувствую, чувствую. Скоро, скоро. Будут останавливать меня на улицах незнакомые люди и фотографироваться со мной. Нет, такого предчувствия у меня не было. Скажите, как вы относитесь к движению в дауншифтерах? Никак не отношусь. Не являюсь дауншифтером. Не думал об этом. Как вам треки Рича и Захара Прилепина? Вы сложные вопросы задаете. Это вот как прийти к пекарю и спросить, как ему вот хлеб из пекарни номер восемь. Вот что пекарь вам ответит. Есть такая, как ее назвать-то, профессиональная деформация. Сложно слушать музыку. Ты ее начинаешь разбирать на составные части и автоматически думать, а как бы сделал ты или как бы ты не сделал. Сложно, редко получается от этого абстрагироваться. Что-то нравится, что-то не нравится. Что-то цепляет, что-то оставляет равнодушно. Какие у вас увлечения? В одной трансляции вы сказали, что вы не автомобилист, но может быть рыбалка для охоты. Нет, рыбалка тоже меня оставляет равнодушным. Рыбалка у нас Антон Владимирович увлекается. Я раньше ездил на охоту, но потом перестал. И не потому, что мне жалко уточек, нет времени. Я неплохо умею стрелять, да. Кто и зачем предложил сняться в эпизоде фильма «Около футбола»? В «Осьмерке» вы занимались любимым делом, пели и смотрелись более органично. А в «Около футболе» мы занимались нелюбимым делом. Мы стояли и разговаривали, да. Мы делали музыку для фильма. Нам предложили появиться в эпизоде. Это называется камео. Ну, так просто фишка для тех, кто в теме, для тех, кто в курсе. Не более. Хватило бы смелости сняться в роли второго плана в полнометражке? А, уже на подобный вопрос я ответил. Уже снялся. Хватило смелости. Хватило. Есть ли у вас любимые художники? Какие направления живописи вам близки? Это долгий разговор, честно. Когда я был молод и глуп, мне одни нравились художники больше, сейчас другие. когда-то мне очень нравился Бакст, например, Берцлей, Дали, а сейчас я абсолютно равнодушен. Был период увлечения соцреализмом, было время, очень нравился Кандинский, например. Готовятся ли группы, вариации песен на манер классической музыки? Друзья, мы же не умеем. Как мы можем готовиться к тому, чего мы не умеем. Мы не умеем играть на этих всех скрипках, арфах и прочих инструментах из арсенала классической музыки. Горький туман это же не мы записывали. Партитуру там одни люди написали, сыграли другие. Всем спасибо большое. Партитуру нам писали в Германии, а записывали вариацию на горький туман в Екатеринбурге. Привет вам всем. Слушатели в группу Би-2 Агата Кристи. Может, старые песни нравятся? Старые песни нравятся. Омск, вот, стукнет 300 лет, что можете выделить в родном городе, помимо отсутствия метро? какие районы города запомнились. Есть районы города, в которых я не бывал лет по 20, наверное, по 15 точно. и вот я приезжаю в Омск, попадаю в эти районы и понимаю, что там не изменилось ничего за это время. и начинаю испытывать особые чувства. Вспоминаю, как и что там было. Если я сейчас начну рассказывать, это для вас будет неинформативно. То есть, мои воспоминания они мои и тех людей, которые в этих воспоминаниях присутствуют. Раньше, например, в Алиханово была такая замечательная улица с лавочками. Можно было там пить вкусные и полезные напитки, валяться под лавочкой и писать в кустах. А сейчас испоганили всю улицу. Тебе ни на лавочке поваляться, ни в кустах басаться. Куда катится город? Так, черты характера. Хорошо. Три черты характера, которые ты ценишь и три, с которыми тяжело мириться. В ком? Или это в общем как бы три черты характера? В себе, в других? Мне не хватает терпения. Вот все, что я могу сказать. Это точно. Дальше уже начнется морализаторство. Что такое хорошо, что такое плохо. Про песенку каток. проходит немного времени и ты сокрушаешь сархаски. Это что, все-таки не плевать? Ну, я понял, о чем вопрос. Придется объяснять сейчас, о чем этот вопрос, прежде чем на него ответить. у нас есть песен как отток, в которой есть такие строчки. Ну, сколько вам еще раз, да, ну, сколько вам еще раз, ну, сколько еще раз вам нужно мне сказать, что мне давно плевать на ваш хип-хоп, где правит черный властелин, а ты его холоп. Такая вот есть строчка. и вот, видимо, человек, который задает вопрос, такой с подковыркой, спрашивает, вот получается, не плевать на хип-хоп, раз ты сокрушаешься о том, что на концерт хаски пришло не так много людей, как могло бы. Отвечаю. Если не выдергивать слова из контекста, да, то есть, если уметь, это сложно, я понимаю, но вы старайтесь. Если уметь дослушивать предложение до конца, а потом уже стараться, опять же, вы старайтесь, старайтесь понять, о чем оно, то, возможно, и таких вопросов не будет. Кстати, я не раз встречал подобные подобные комментарии такие с подковыркой. А он же сказал, что ему плевать на хип-хоп. милые мои, наивные, люблю вас. там после слова хип-хоп, запятая, плевать на хип-хоп, запятая, где правит черный властелин, а ты его холоп. Вот я сейчас сам в своих глазах выгляжу, как идиот, который объясняет какую-то простейшую строчку из из очень простой, опять же, песенки. вы чего? И еще раз, Хаски очень талантливый исполнитель. Я надеюсь, все у него получится. Я тут песенку одну новую слушал, очень крутая, нам всем понравилось. Дима на нее клип хочет снимать. Крутая песня. И достаточно неожиданная. Как ваши родные и близкие относятся к творчеству группы? Есть ли какие-то вещи, которые не нравятся, считают неудачными или наоборот? Я никогда, лично я, я за себя отвечаю, никогда не разговаривал с родителями на эту тему. Маме там что-то нравится, но я думаю, ей нравится просто потому, что это ее сын делает, этим занимается. Родители, они такие. Когда записалась новая песня или новый текст, до попадания в широкие круги есть такой человек или люди, кому первому носут ее выносить. Мы ставим наши песенки еще в стадии даже набросков, еще даже не демок, а набросков совсем. нашим друзьям тестируем, смотрим на реакцию, чтобы понять, имеет ли вообще эта песня право на жизнь, нужно ли ей заниматься. это позволяет со стороны как-то взглянуть, послушать со стороны, да? Вам не знакомо такое чувство? вот у меня так бывает. То есть, ты ставишь песенку вместе с кем ты ее слушаешь, вместе с кем-то и как будто ты ее в первый раз слышишь. и сразу понимаешь, что надо исправить, сменить. Или, может быть, вообще забыть по ней. Андрею не было желания написать песню, посвященную своей семье жене. семья, жене. Интересно, о чьих женах я до этого исполнял песни, о чьих семьях. У меня такой вопрос появился вдруг. О чьих же семьях я пел до этого, о чьих детях, о чьих сыновьях. Наверное, да, надо наконец-то написать и про свою жену. Что там про свою семью? Что думаете об иностранцах и в частности болгарах? Иностранцы разные. Болгары, наверное, тоже разные. На вашем концерте или концертах будет включение из перископа. Было бы прекрасно тем, кто не смог поехать немножечко окунуться в атмосферу концерта. Интересная идея может быть. если бы могла осуществиться одна ваша мечта, какая бы она была? Из того, что вам принадлежит, чем вы больше всего дорожите. А мне ничего тут не принадлежит в этом мире. Голые ушли, голые пришли, точнее, голые уйдем. Если мы про вещи, какая вещь? или вы не про вещи? Мечта. Осуществуется еще одна ваша мечта. Наверное, я не мечтатель. Я не знаю, как мне ответить на этот вопрос. какая бы была ваша мечта, о чем вы мечтаете, о чем я мечтаю. У меня есть цели, задачи. Что такое мечта? Чтобы войны не было в мире никогда. Чтобы нашли лекарство от рака. Какой-то космополитен. прославление Бога кинчивым в творчестве послужило ли для вас примером в свое время? Не думал никогда об этом. Наверное, не премьером. Как-то ну, просто поддержал, да? Вот. Что мы не одни. Наверное, так. Просто когда я активно слушал Алису в школьные студенческие годы, Константин Евгеньевич другие песни пел. Что вы думаете о французском рэпе вектора, развития в нем такой же как в русском, как в например, творчество Кении Арканы? Я думаю, что французский рэп разный. Есть французский рэп, который мне нравится, а есть который оставляет меня равнодушным. мне очень нравится французский рэп, который был во Франции в 90-х. Давно, последний раз были в Черногории, давно соскучился по Черногории. Может, есть любимый город, там есть Котор. Почему? Потому что он любимый город. потому что мне там нравится. Почему именно Перископ? Большая ли разница? Если, например, просто отвечать на вопросы, выкладывать видео в сеть, есть варианты развития до стримов, видеоконференций с поклонниками. Почему именно Перископ? Ну, потому что это быстро. И все. Наверное, поэтому. Ну, и на самом деле ну, как-то не настолько, наверное, важно, да, получается. чтобы записывать эти ответы, именно технически заморачиваться, потом это заливать, выкладывать. как вы относитесь к творчеству Джоне Кэша? Меня нет в творчестве Джона Кэша. Но да, слушаю. Там дальше если слушайте, какие-то выкинаются больше всего. мне больше нравится позднего периода треки, которые после его камбэка были записаны. как вы относитесь к такой группе, как вы относитесь к этой группе, как вы относитесь к творчеству писателя Солженицына? Произведение писателя Шаламова мне нравится больше, чем произведение писателя Солженицына. Вот. Например. А можно как-то по-другому формулировать вопрос? Вот так в принципе. Как вы относитесь к елкам? А как вы относитесь к березам? Как вы относитесь к тому, что на светофоре загорается зеленый цвет, свет, цвет, а потом желтый? Как вы к этому относитесь? А как вы относитесь к тому, что дорогу надо переходить по зебре? В любом случае, спасибо вам за вопросом. Только не надо выдумывать вопросы просто ради того, чтобы увидеть мою небритую рожу, которая пытается что-то ответить на них. Но мне важно это общение в таком формате. мне кажется, играть Пелевина в 2016 году как-то глупо. время быть загадочным, недосягаемым. где-то там, где-то на каком-то Олимпе, или где-то рук звезды находятся, живут. так что давайте будем продолжать общаться вот в такой форме. На связи, друзья. всем пока.